Татьяна, спасибо большое. Коллеги, добрый день. Я уже просматриваю чат, вижу Мурманск есть, есть Чебоксары, по-моему, видела, еще какие-то города. Это действительно мой первый опыт ведения вот так вот на Российскую Федерацию вебинара. Надеюсь на поддержку, да, есть у вас огонечки. Если все, что по ходу вебинара у вас будет откликаться, все, что вы замечали, видели у деток, у взрослых, вы можете вот этими огонечками мне давать знать, что вы со мной и я как бы не одна. И Татьяна не сказала, проговорю, скорее всего будут вопросы, у вас есть наверху вашей странички, если вы с компьютера, вкладочка, где можно задавать вопросы. Я буду по ходу тоже чат смотреть, насколько буду успевать. И если вдруг у вас появятся вопросы в чате, ну лучше, конечно, в вкладочке «Вопросы», чтобы они нигде не потерялись. Если я по ходу увижу какой-то вопрос, я по ходу буду отвечать. Если не увижу, то в конце надеюсь всем ответить. Я так поняла, вебинар у нас будет часовой, мы за час попробуем с вами успеть. Ну давайте начнем. У нас тема сегодня достаточно актуальная, достаточно распространенная. И заявлена она как пространственное нарушение у современных детей причины и методы диагностики. Обратите внимание, именно у современных детей, именно пространственное нарушение, поскольку я являюсь практикующим нейропсихологом, нейропсихологом, который проводит и диагностику, и коррекционную работу, и реабилитационную работу со взрослыми и с детьми. Ну реабилитация со взрослыми, да, с детьми – это коррекция. Я работала в больнице нейропсихологом, поэтому со взрослыми после инсультов, после различных травм тоже имеются пространственные нарушения. Вот с ними. Значит, о себе немножечко кандидат психологических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий, это у нас объединенные два вуза теперь называются так, заместитель декана и заведующая кафедрой психологического сопровождения клинической психологии. Итак, будем смотреть пространственные нарушения у современных детей, причины и методы диагностики. Методы диагностики я вам дам не в полном формате, не как это вот проводится нейропсихологическая диагностика, я вам дам наработки, по которым вы можете судить, пространственные ли нарушения сейчас у ребенка, да, или какие-то еще. Да, Татьяна пишет в чат, что презентация есть в чате, вы можете ее скачать. Значит, что мы с вами сегодня посмотрим? Мы посмотрим, начнем с теории и будем глубже уходить в практику. Посмотрим мы с вами сегодня определение, что такое пространственные представления, для того, чтобы у вас полностью картинка сложилась. Мы посмотрим с вами, какие виды пространств выделяют вообще. Мы посмотрим причины нарушенного пространственного фактора. Будем мы их смотреть у детей, не будем затрагивать взрослых, потому что, ну, я так понимаю, что больше на вебинаре учителей все-таки, воспитателей детских садов, родителей и так далее. Поэтому взрослых мы смотреть не будем. Мы сегодня будем чаще говорить о детках и посмотрим одного мальчика, который приходил ко мне на диагностику. Посмотрим, как он выполнял пробы. Не всю диагностику, да, какие-то конкретные пробы, которые нам могут говорить именно о нарушении пространственного фактора. Посмотрим мы с вами совсем коротенько мозговые зоны, которые отвечают за пространственный фактор. Мы их будем смотреть коротко, не будем уходить в психофизиологию. Мне просто хочется, чтобы вы понимали, какие конкретно зоны мозговые за это отвечают, да, и что может быть не так, да, не так пойти. И посмотрим основные симптомы нарушения пространственного фактора опять у деток, как вы их можете увидеть в тетрадях, в чтениях, вообще в их деятельности. Итак, вот такой кратенький план, план большой. Надеюсь, мы за час успеем. Итак, как и обещала, начнем мы с определения, что такое пространственное представление. И пространственное представление — это деятельность, которая включает в себя определение формы, определение величины, местоположение и перемещение предметов относительно друг друга и собственного тела, и относительно окружающих предметов. И пространственное представление — это деятельность, которая отвечает за мышление, за интеллектуальную деятельность, в каком-то смысле за память, поскольку, посмотрите, отвечает за то, что наш глаз формирует в мозгу, какую мы сейчас форму видим, какую величину, а какое расстояние между предметами, а какое расстояние между моим телом и следующим предметом и так далее. И что я могу сделать, когда, например, хочу дотянуться до стакана, хватит ли расстояния моей руки для того, чтобы до этого стакана дотянуться. Все это про пространство. И почему еще сразу вот так мы заявили тему про пространство? Потому что пространственные представления, они непосредственно связаны с нашим взаимодействием с окружающей средой. Не сложилось пространство у ребенка, есть дефицитарность пространственного фактора, взаимодействие с окружающей средой будет неполноценным. И вот здесь есть картиночка на слайде, посмотрите, пожалуйста, на картинку. Картинка из стандартных развивающих пособий или учебников для деток предшкольного возраста. На картинке нужно догадаться, какой портрет кошки нарисовал каждый из ребят. Вроде очень простая картинка, но вы сейчас уже можете себя протестировать и посмотреть, а какая картинка принадлежит какому мальчику или какой девочке. Если вы не определились с этой картинкой сейчас или вам сложно сориентироваться, будем подозревать, что скорее всего у вас имеются пространственные нарушения, и тогда нужно будет проверить, что все-таки у вас в пространстве. Картинка вроде простая, но на самом деле она очень диагностична и может показать многое. Перейдем мы с вами плавно к видам пространств и будем дальше смотреть, как пространство формируется. А формируется оно точно по такой же схеме, как сейчас представлены у нас виды пространства. Значит, виды пространства делят на внутреннее пространство, на внешнее пространство и квазипространство. Пространство внутреннее – это пространство нашего тела. Еще это же пространство в литературе вы встретите, как называют, как образ тела или карта тела. Пишут еще про схему тела или называют научно-саматогнозис. Это первый вид пространства, который формируется у ребенка. Без формирования вот этого внутреннего пространства, то есть осознания своего собственного тела, будут тормозить закладка всех остальных видов пространства. Пространство внешнего и квазипространства. Значит, пространство внутреннее наше формируется, оно поэтапно тоже, да, не скачками, поэтапно. Начинает оно формироваться уже внутриутробно. И при рождении, чуть попозже скажу, почему при рождении так важно обратить на это внимание. И мы, как нейропсихологи, в диагностике тоже обращаем внимание. И спрашиваем у родителей, а что было во время рождения, да, опишите нам процедуру рождения вашего ребенка. Пространство внешнее, оно надстраивается и строится на зрительной системе, на слуховой системе, на осязании, да, то есть на тактильных наших ощущениях, на вкусовых ощущениях, на обонятельных ощущениях и так далее. То есть если пространство внутреннее, оно вот осознание моего тела, пространство внешнее — это все, что я вижу, все, что я слышу, чувствую, осязаю и так далее. И в квазипространство надстраивается над двумя другими вышеперечисленными. И здесь мы говорим о чувстве времени у ребенка, да, когда ребенок определяет, когда у нас весна, когда осень, зима, что осень идет перед зимой, да, а зима после осени и так далее. Когда мы принимаем очередь событий, когда мы можем понять речь другого человека, если он говорит сложно сочиненными предложениями, это какие-то сравнительные характеристики и так далее. Это виды пространства, мы к ним еще чуть-чуть позже вернемся, и вы их увидите, когда мы будем говорить про формирование пространства у детей. Но прежде чем мы перейдем к формированию пространства у детей, давайте обсудим причины нарушения пространственного фактора. И что мы смотрим, я буду говорить как нейропсихологи, да, но вы тоже можете как педагоги, как воспитатели увидеть вот эти нарушения у детей или при разговоре с родителями понимать, откуда у ребенка вот эти пространственные нарушения. Значит, причины условно достаточно, они могут быть совместимы, ни в коем случае нельзя сказать, что вот конкретно вот эта вот причина является причиной нарушения пространственного фактора у ребенка. Было бы совсем очень просто. Да, в психологии, в нейропсихологии, в педагогике все не так просто на самом деле. Поэтому здесь может быть комплекс причин, ни в коем случае не встречала, по крайней мере, так, чтобы была одна, а потом другая или какая-то другая, да, конкретно. Значит, среди причин выделяют внутриутробные или при рождении ребенка. И это могут быть причины средовые. Значит, внутриутробные, ну, как один из пример, я думаю, что не открою вам секрета, это гипоксия, например, да, это могут быть стрессы матери во время беременности и так далее. А вот при рождении достаточно такая актуальная, знаете, тема, когда мы говорим про нарушение пространственного фактора. Почему при рождении? Потому что очень часто сейчас на диагностику приходят мамы с детьми, у которых дети появились в результате кесарево сечения. Может быть, это с медицинской точки зрения не так уж и плохо, и когда действительно есть проблема с родами, кесарево сечение – один из вариантов, лучших вариантов, наверное, выхода из ситуации. Но подумайте, что происходит во время родов, когда ребенок естественным путем проходит по родовым путям, да, и не с помощью кесарево сечения. Когда ребенок проходит, естественно, по родовым путям, происходит сжатие, сжатие ребенка органами матери. Вот это сжатие, это первое сжатие, когда ребенок, когда мозг ребенка понимает, что вот оно, мое тело, да, то есть я вернусь сейчас вам вот сюда, то есть первый этап – это у нас внутреннее пространство нашего тела. И впервые оно формируется как раз-таки в процессе рождения. И естественное рождение этому помогает. То есть вот сжался ребенок, он четко, мозг ребенка, как инструмент, который дальше будет управлять его психикой, показал ему, где его границы, его тело. И ему потом будет попроще чуть-чуть, да, освоиться пространство, уже запустился процесс освоения пространства. Марина пишет в чате, увеличилось, да, увеличилось, количество детей, которые рождаются с помощью кесарево сечения. И поэтому очень много деток, которые с пространственными нарушениями. И когда у родителей спрашиваешь, а вот были роды естественные, кесарево сечение, и практически 100% знаете, это детки как раз-таки в результате, рожденные в результате кесарево сечения. Так, у Светы, да, вопрос. Всем сложно определить, кто нарисовал. Всем сложно. Это, видимо, вот к первой картинке, да. Всем сложно определить. Вернитесь потом к презентации, попробуйте определить, кто же нарисовал. Картинка на самом деле для деток. Да, если взрослым сложно, надо проверить что с пространством. Итак, вернемся, да, внутриутробная причина или причина при рождении. Родился ребенок, дальше, как правило, встречаются средовые причины, которые еще больше влияют на нарушение пространственного фактора у детей. Это, во-первых, информационная перегрузка. Это, ну, скобочек, я написала разные гаджеты, телевизоры, телефоны, планшеты и все остальное. Это, конечно, неплохо. Я не против телефонов, гаджетов остальных. Но что мы наблюдаем у современных родителей? Пришли в поликлинику, чтобы ребенок не кричал, как говорят мне родители, мы ему дали телефон. Пришли в магазин, чтобы он ничего не просил, не кричал, мы дали ему телефон. Пришли в гости, дали планшет, чтобы ребенок тихо сидел и не скакал, никому не мешал. Наверное, хуже вот этого ситуации нет. Что происходит в этот момент? В этот момент ребенок не бегает, не прыгает. Он вот в телефоне, там, где монитор воспринимается в 2D-пространстве, по сути, 3D-пространство, которое нам нужно для того, чтобы хорошо адаптироваться в окружающей среде, и его нет. То есть ребенок очень хорошо может ориентироваться в пространстве телефона, в 2D-пространстве, и при этом очень плохо ориентироваться в пространстве 3D в нашем бытовом. Но нам пространство 3D потом нужно будет для всей дальнейшей жизни, и для дальнейшей адаптации, и для успешного учения, обучения и так далее. Да, поэтому вот это как одна из очень весомых причин, поэтому тема называется «Пространственное нарушение у современных детей». Да, пространственного фактора. Вчера только звонил мужчина, просил на диагностику, просился на диагностику девочке 4 годика, она не говорит. Это немножко не пространственный фактор, но он говорит, что в телефоне сидит ребенок, уже вот как родился, так в телефоне сидит, мама как бы ей некогда, мама не обращает внимания на ребенка. Да, вот он считает, что это вот влияние телефона. Ну, есть такой момент, а секрет не открою. Вторая средовая причина, их много, я перечислила только основные, это изменение лидирующих механизмов восприятия информации. Если раньше мы воспринимали информацию преимущественно тактильно и в деятельности, то сейчас мы воспринимаем информацию больше зрительную. Иногда слуховую. Для нашего организма это не есть хорошо и для нашего мозга. Привычнее все-таки для нас окружающий мир рассматривать с точки зрения тактильных наших ощущений. Иначе говоря, бытовым языком, чем больше мы чувствуем, чем больше щупаем, не только руками, ногами, но и всем телом, тем лучше запускается механизм мозговой. Еще одна причина – исчезновение культуры дворовых игр. Если есть люди моего возраста, вспоминайте, нас очень было сложно загнать вообще домой. И для нас было наказанием. Когда нас звали с двора домой, сегодняшних детей во двор не выгонишь вообще, им интереснее телефончик. А ведь дворовые игры – это про что? Это про ощущение своего тела, то есть схема тела, образ тела. Это непосредственно взаимодействие с пространством. Это тактильные ощущения. Если игры по правилам, то это еще и исследование правилам. То есть мозг там запускается на полном. Нынче деток во дворе, к сожалению, не встретишь. И это одна из очень весомых причин нарушения пространственного фактора. И родители, которые приходят ко мне на диагностику, если я вижу, что у ребенка пространственное нарушение, я рекомендую все-таки с ребенком играть именно в дворовые игры, выходить на улицу, общаться с другими детками, играть на площадках. И в этой двигательной активности ребенок будет осваивать пространство непосредственно. И изменение облика современной семьи. Здесь я хотела вам сказать о том, что очень много деток, у которых гиперопека. Что происходит? Ребенок родился, мы принесли ребенка домой, положили в уютную мягкую кроватку, перед ним движется какая-то игрушечка. Собственно, вот есть как бы в быту, да, в нашем такое мнение, что пока ребенок лежит в кроватке, лучше его не трогать. С точки зрения нейропсихологии, не есть хорошо. Чем больше мы будем ребенка щупать, трогать, чем больше у него будет тактильных ощущений, в первую очередь от матери, как ни странно, тем лучше будет у него сформировано пространство, соответственно, мышление, интеллект и так далее. Да, то есть вот эти вот условия комфортные, когда не надо вообще двигаться, когда можно все достать по клику. Магазин не надо ходить, да, нынче. Тебе все продукты домой принесут. Тоже для нашей психики это не очень хорошо. Да, поэтому движение у детей, конечно, должно быть. Это не должна быть гиперопека. Давайте посмотрим очень кратенько. Зона нарушения при дефиците, да, можно сказать, пространственного фактора. Если мы говорим про взрослых, то чаще всего это, конечно, нарушение так называемой зоны ТПО. Если кто-то знаком с полями по Брудману, это 39-40 поле и на картинке здесь показаны эти поля. Примерно, если сейчас видите меня в экран, вот здесь у нас вот эти вот поля. Чаще говорят про правую сторону. Почему именно зоны ТПО, почему эти поля принимают, да, вот как за характеристику, которая отвечает за пространственные нарушения. Это зона, на которой перекрываются или накладываются друг на друга три модальности – тактильная, зрительная и слуховая. То есть именно там происходит анализ того, что мы одновременно можем и чувствовать, и слышать, и зрительно воспринимать. Картинку, например, какую-то, да, фильм какой-то и так далее. Именно в этой зоне происходит вот эта вот обработка. И обратите внимание, написано третичные поля 39-е и 40-е. Опять в психовизиологию не будем уходить, но если кратко говорить, у нас есть три вида поля – первичное, вторичное и третичное. Первичный сигнал, который мы получаем от любого нашего органа, уходит в первичную кору, например, когда мы видим, да, зрительный сигнал уходит в первичную, затылочную кору. Дальше он первично там обрабатывается. Дальше он уходит в кору вторичную, которая чуть-чуть больше площади занимает. И окончательная обработка происходит в третичной коре, там, где обрабатывается сразу несколько модальностей, для того, чтобы мы понимали, где, например, находится наше тело сейчас в пространстве. Но было бы очень просто, если бы мы всегда знали, что вот эта зона нарушена, и могли бы ее формировать. Как всегда, не все так просто, особенно если мы говорим про детей. И очень часто вот в зону ТПО, когда нарушена, мы можем говорить чаще всего это про взрослых, да, в нейропсихологии, когда произошел инсульт, травма какая-то, еще какая-то мозговая катастрофа. У деток немножечки все устроено по-другому, поскольку мозг все еще складывается, да, все еще формируется. И по некоторым данным мозг наш формируется, кто-то говорит, в 18 лет, кто-то говорит в 22. По последним данным, это возраст 25 лет, то есть это юношеский возраст, да, ближе к нему. Так вот, про деток. У деток нарушение пространства может быть не в результате нарушения зоны ТПО, а в результате плохой работы и совместной работы правого-левого полушария. Именно совместной работы. За совместную работу правого и левого полушария отвечает мозолистое тело. Оно у вас на картинке. Находится оно как раз-таки между правым и левым полушарием и координирует работу обеих полушарий. Известно, да, наверняка вы знаете, что правое полушарие имеет свои функции, не будем в это уходить. Левое полушарие имеет свои функции. За их совместную работу они не могут работать отдельно. Отвечает как раз-таки мозолистое тело. В отношении мозолистого тела мы тоже можем сказать, что оно формируется по некоторым данным от 20 до 25 лет. То есть пространство мы можем формировать. Но классические нейропсихологи, конечно, говорят, что на коррекцию детей с пространственными нарушениями мы берем до 9, максимум до 14 лет. Есть очень знаменитое и сейчас приходящее в Российскую Федерацию учение с Запада. Это учение о сенсорной интеграции. Очень похожее и во многом перекрещивающееся с нейропсихологией, да, с теми знаниями, которые нам передавал Александр Манчлурия. Но все-таки, если мы будем говорить про сенсорную интеграцию, то вот в рамках этого учения еще и говорят, что одной из причин нарушения пространственного фактора у детей может быть плохо развитый вестибулярный аппарат. То есть вестибулярный фактор. Мы бы сейчас сказали. Значит, по поводу вестибулярного фактора, да, есть такие детки, у которых нарушение пространства является следствием нарушения вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат – вещь достаточно интересная. Это вообще, наверное, самая первая система, которая формируется внутриутробно уже при изучении. Именно на вестибулярной системе строится слуховая система, строится в последующем зрительная система и так далее. То есть если имеется нарушение вестибулярной системы, мы вполне можем видеть у такого ребенка нарушение еще и пространства. Вы спросите наверняка, как мы можем видеть тогда нарушение вестибулярного аппарата. Это детки очень часто, одним из признаков таких деток является, когда тошнит в автобусе. Детки говорят, подташнивает в автобусе или укачивает в машине. Это детки, которые не могут, не умеют или их сложно научить кататься на качелях. Это детки, которые с качеля не слезают совсем. То есть им интересно только на площадке, только вот эта вот деятельность и никакая другая. С качелей их не спустить. Либо наоборот, это детки, которые не любят кататься на качелях и к качелям не подходят. Мы сегодня с вами будем смотреть одного очень интересного молодого человека в диагностике. Успеем, надеюсь, у нас полчаса. Этот молодой человек, у него как будто бы вот комплекс нарушений. У него есть и нарушение координации, работы координации правого и левого полушария, то есть мозолистом теле. У него есть нарушение и вестибулярного аппарата. Причем, если мы говорим про нейропсихологическую диагностику, то вестибулярный аппарат как таковой. Мы вот в классической нейропсихологической диагностике не проверяем. И, честно сказать, я обнаружила случайно, что у него еще и вестибулярные нарушения, поскольку у меня в кабинете висит еще и гамак. И я ему предложила упражнение на гамаке. Мы пытались, во-первых, очень долго лечь на этот гамак, а во-вторых, когда мы все-таки легли на этот гамак, он отказался на нем заниматься, поскольку ему было очень страшно. То есть он не ложился. Причем я у мамы спрашивала, вот катается на качелях, на качелях он катается и с качелей может не слезать. Очень долго его нужно будет упрашивать и оттуда слезть. Но именно гамака он почему-то испугался и очень его боится до сих пор. То есть вот с моей точки зрения это явное нарушение пространства, явное нарушение вестибулярного аппарата. Как формируется пространство, я уже вам кратенько рассказала, но все-таки давайте еще раз проговорим вот эти факторы, вот эту схему. Все начинается с карты, схемы, с образа тела, с амата гнозиса. И здесь мы проговорили с вами про кесарево сечение. Обращу внимание на отношения мамы и ребенка, на процесс укачивания. Это тоже про вестибулярный аппарат. Многие детки не любят, когда их укачивают. Или наоборот, очень любят, когда их укачивают. И тогда у специалистов возникнет вопрос, а все ли хорошо с вестибулярным аппаратом. Непосредственно карта, схема или образ тела имеют отношение к проприоцептивной системе. Это система как раз-таки осознавания того, где моя правая рука, где моя левая нога, где у меня голова, а где у меня макушка, а где у меня пятки. И вот мальчик, про которого мы сегодня говорим, и которого чуть попозже покажу, у него проблемы и с проприоцептивной системой. Когда я его просила, например, покажи, пожалуйста, левую руку, он сделать этого, конечно, не смог. Правую ногу тоже, да, но никак. Положи левую руку на правую ногу, тоже у нас на первом занятии не получилось. То есть постепенно-постепенно мы это все формируем. Причем где лево, где право, условно, ребенок знает. То есть когда у него спрашиваешь, где левая сторона, он говорит, да, спокойно, где левая сторона. Где правая, он тоже знает. Но при этом, где левая рука, определить не могу. Это вот как раз-таки про нарушение проприоцептивной системы, и у него, скорее всего, все эти нарушения последовали после того, как произошли нарушения в вестибулярном аппарате. Да, что-то не сложилось. Формируется пространственный фактор в результате еще и тактильных наших телесных ощущений. И опять-таки, чем больше этих тактильных телесных ощущений, тем лучше. Ребенок должен прыгать, скакать, бегать. Да, это проприоцептивная система. Он должен своевременно поднять голову, своевременно поднять тело, то есть сесть, ползать. А ведь ползание – это тоже протоктильное ощущение. И чем больше у него будет поверхности, разных поверхностей для ползания, тем лучше будет для ребенка, и тем лучше сформируется пространственный фактор. Да, многие мамы сейчас, гиперобега, приходят, говорят, что вот мы не ползали. А почему вы не ползали? Потому что на полу было холодно или на полу было грязно. Для меня, как для нейропсихолога, хуже, наверное, вот этого нет, потому что, неважно, холодно, грязно, но тактильных ощущений у ребенка, получается, нет. Все, что делал ребенок, это сидел на диване в телефоне. О каком мы пространстве тогда можем говорить. Это вестибулярная система и в формировании пространственного фактора огромное значение имеет движение. И я здесь на слайде расположила вам для того, чтобы вы запомнили, Иваночка-дурачка, помните, который сидел на печке. Вот сидит он на печке, не двигается. Мне кажется, что руссконародные сказки не просто так, вот поэтому он, скорее всего, и дурачок. Да, чем больше движений, тем лучше. Мы таким образом осваиваем пространство и развивается наше мышление, речь и все остальное. Кратенько пробежимся еще раз, чтобы уже до конца сложилось. Значит, впервые у нас формируется вестибулярная система, важные телесные ощущения. Дальше формируется взаимодействие с внешним миром через органы чувств. И здесь чуть-чуть остановлюсь. Очень важна предметная деятельность. Вы, как педагоги, знаете, об этом много, не буду много говорить, но именно предметная деятельность, в ней формируется тоже пространство. И именно в ней формируется, да, зрительная система слух, обоняние, осезание. Не нужно иметь кучу игрушек, огромное количество коробками, которые стоят у детей. Ребенку достаточно, обычный половник, достаточно обычной кастрюли. Вот вам и постучал, и зрительно посмотрел, куда постучал, и потрогал, да, осезал, и даже можно попробовать. Не обязательно иметь кучу разнообразных игрушек, для того, чтобы предметную деятельность у ребенка на самом деле развить. И огромное значение не говорила, тоже кратенько проговорю, имеет вербализация пространственных предложений. И я думаю, что вы знакомы с учениями Выгодского, да, его учением об интериализации и эксериализации. И Выгодский говорил о том, что именно мы у ребенка формируем деятельность, именно мы формируем у ребенка речь, и, соответственно, пространственные представления. Да, когда мы говорим ребенку и обращаем внимание, посмотри, пожалуйста, какой формы, посмотри, пожалуйста, какого цвета, а достань там чашку со стола, возьми чашку со стола и сам попей. Это мы сначала проговариваем ребенку, и затем только у ребенка формируется. Соответственно, если нет этого проговаривания, застревает, да, ребенок на каком-то этапе. Так, давайте мы для ускорения вы это посмотрите в презентации, мы это пропустим. Мы лучше обратим внимание на симптомы, которые Вы можете видеть и у своих детей, и у своих воспитанников. Симптомы, которые нам будут говорить про нарушение пространственного фактора. Это, во-первых, нарушение ориентировки в пространстве вообще, в целом. Мы сейчас по каждому пункту еще потом пройдемся подробно и посмотрим видео. Это нарушение произвольных движений и действий. Сейчас перечислю, тоже вернемся. Это нарушение восприятельно-зрительно-пространственных расположений объектов. Это нарушение речи. Посмотрите, да, как одно тянет за собой другое. Это нарушение чтения. Это нарушение письма. В последующем нарушение еще и памяти, внимания, мышления, интеллекта и нарушение квазипространственных отношений. Давайте смотреть каждое подробно. Итак, нарушение ориентировки в пространстве. Первый признак, который мы можем вообще заметить у любого ребенка, даже ребенка, который проходит мимо нас на улице. Это ребенок, который очень плохо владеет своим телом. Это ребенок, который не имеет точную мелкую координацию движения, не может вырезать ножницами, например, не может держать карандаш и так далее. Нарушение ориентировки в пространстве проявляется уже у маленьких детей. У детей, которые постоянно натыкаются на углы, на косяки, которые падают с дивана, которые собираются прыгнуть там, я не знаю, с дивана на кровать и промахиваются. Которые не могут перепрыгнуть ямку, лужу, у которых сложности ходьбе по бордюрам и так далее. То есть это детки, которых мы называем такой неуклюжий. Вот это детки с нарушением пространства и с нарушением ориентировки в пространстве. И очень иллюстративным является стишок про бычка. Я думаю, что вы все его знаете. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу, оба доска кончаются, сейчас я упаду. Нарушение пространства у бычка, он не может спланировать свою деятельность, поэтому, собственно говоря, и падает. И я вам хотела показать видео, шуточное видео абсолютно для того, чтобы вы запомнили, как пространство наше формируется. И тут я, наверное, Татьяна... А, нет, все, нашла. Так, нет, попрошу Татьяну включиться, наверное, не справлюсь. Хотя нет. Коллеги, подскажите в чате, есть ли видео на экране. Видно. Отлично. Мультик, который вы все знаете, наш знаменитый «Буба», вспоминайте все мультики про Бубу, это вот тот ребятенок, у которого нарушение пространства. Давайте посмотрим коротенький пример. Вот коротенький. Видите, да? Упал, хотел достать до бутерброда, не получилось достать до бутерброда, упал мимо него. Вспоминайте, вы, скорее всего, видели вот таких деточек вот с таким нарушением. Так, сейчас я верну презентацию. Так, или не верну. Так, Татьяна, мне, похоже, помощь нужна будет. Так, давайте секундочку. Вот презентация. Все, появилась у вас должна быть. Поехали дальше. Вот вам, пожалуйста, пример такого ребенка. И такого ребенка вы вполне можете видеть и на улице, и на занятиях, и дома. Это вот Буба из вот этого мультика. Не зря, да, наверное, мультик снят. Поехали дальше. Как мы еще можем видеть вот таких детей? Это нарушение произвольных движений. Это движение, которое выполняет сам ребенок непосредственно, да? И очень четко видны эти нарушения в процессе одевания или обувания. Когда ребенок, например, пытается одеть ботинок и не получается. Пытается одеть кофту и не получается, да? Правая почему-то рука уходит в левую руку, в кофту наоборот и так далее. Здесь могут быть и другие нарушения мозговые, но чаще всего это вот нарушения пространственных. И это нарушения пространственно-ориентировочных движений, так называемых движений двуручных, когда нам что-то нужно сделать двумя руками. Например, выжать тряпку. Нам нужно для этого и правая рука, и левая рука, и одновременно одноименное их движение. Вот такой ребенок, скорее всего, не сможет выжать тряпку. Это письмо на листе. Когда мы одной рукой держим лист, второй рукой пишем, придерживаем лист, пишем, это точно тоже двуручное движение. Очень часто приходят детки, когда мы в диагностике, например, пытаемся с ними собрать конструктор, у них начинают сложности сами по себе с конструктором, поскольку у них пространственное нарушение. Но и еще есть конструктор, который надо вдеять друг в друга, например, а когда разбираешь, раздеть наоборот, отделить детальки друг от друга. Непонятно, как это двумя руками нужно вдеть вот эти детальки для ребенка, хотя ты им показываешь два-три раза, и ребенок уже программу должен усвоить. Но никак не получается, не усваивается программа, потому что нет, а не потому что программа не усваивается, а потому что нет вот этих двуручных движений. И мы сейчас с вами тоже посмотрим вот такой пример. Тоже известный достаточно мультик. Я думаю, что вы его помните. Ну, просто чтобы вам запомнилось, мы сейчас посмотрим вот этот пример. Надо бы выбрать свитер, который и служит показателем вкуса спортсмена. В костюме должна быть этакая небрежность. Ведь в конечном итоге встречают всегда по одежке. Итак, мы почти что одеты. Конечно, штаны не помешали бы. Обязательно легкие, водоотталкивающие, прочные и теплые, покрой по фигуре. Но только так, чтобы не жало в бедрах, плечах и коленях. Наконец мы готовы. Очень утрировано, но однако это правда. И вы можете таких деток видеть, да? И у них проблемы именно в одевании. Поскольку мы вот там этих деток и видим. Когда закончили, например, диагностику или коррекцию, или куда-то ребенок уходит, вот он вот так вот примерно и одевается. Сейно-рассеянный. Да, сейно-рассеянный с улицы бассейна, это вот про них. Сейно-рассеянный он может быть еще потому, что у него не сформирована программа движения, и он не может построить свою деятельность, да? Но может быть и с нарушением пространственного фактора. Тут надо разбираться, что конкретно выпадает у ребенка. Речь. Значит, в речи мы тоже можем видеть, но здесь есть одна штука. С нарушением пространства очень часто приходят детки как раз-таки одновременно с нарушением речи, да? Вот как девочка, про которую я выше говорила, четырехлетняя, у которой нет речи. Ну, если мы все-таки смотрим деток уже взрослых, которые в первом классе, во втором классе, у них четко можно посмотреть эти нарушения и в речи. Непроизвольное движение поддергивается, Инесса спрашивает в чате. Нет, это неврологическое, скорее всего, то есть надо к неврологу. Это не про нарушение пространства однозначно. Да, это надо вот к неврологу сходить. Значит, возвращаемся к речи. Не понимает фразу оппонента, когда в выражении особенно присутствует пространственное отношение. Когда мы им говорим, посмотри вниз, посмотри направо, налево, а что у тебя наверху, а что у тебя внизу, а как ты одела штаны, все, что связано с пространством, для них эти фразы, к сожалению, недоступны. И вы этих деток наверняка знаете и видели. Это детки, которые не понимают квазипространственные речевые обороты, особенно обороты слова, которые заканчиваются на суффиксом «ница», обозначающие какое-то вместилище, то есть чернирница, например. Да, для них недоступны в речи вот такие обороты. Не понимают сложные обороты, например, кто такой отец брата, мать отца, отец матери, брат сестры и так далее. То есть вот эти речевые обороты для таких деток недоступны, они вас просто не поймут. Не понимают сложно сочиненные предложения. Очень часто у нас учителя в первом классе именно так и говорят. Возьмите ручку, откройте тетрадь, начинаем писать с первого предложения, переписываем с доски. И ребенок сидит, что? Ему нужно говорить по частям, по частям, да, предложениями отдельными, лучше, если это будет только подлежащие, сказуемые, и тогда ему будет понятно и доступно. Здесь ему, к сожалению, непонятно. И такой ребенок на уроке, он будет очень сильно отставать от всех остальных тех, кто понимает, что сейчас им проговорили. И одновременно с этим у таких деток могут наблюдаться нарушения звукопроизношения, это больше к логопедам, конечно, да, из логопедии. У них бедность словаря, поскольку они не понимают вот такие сложные речевые обороты, не понимают пространственные отношения, поэтому у них собственный словарь тоже достаточно бедный. И неточность в употреблении слов у них тоже могут быть. Сами по себе их фразы очень простые, из подлежащего сказуемого, да, свою речь они тоже не усложняют и вообще избегают каких-то сложных фраз. И здесь я вам тоже хотела показать пример. Вот как раз-таки вот этого мальчика. У него не сформированы квазипространственные отношения от слова совсем. Мы сейчас его посмотрим. Это проба. Проба называется, может быть, кто-то знает, бочки-ящики или ящики и бочки. Проба нейропсихологическая. Мы делали с ним вот и эту пробу, и давайте посмотрим, как он ее, хотел сказать, выполнил, но все-таки не выполнил. Обратите внимание. Давай, бочка на ящике. Бочка на ящике. Где? Здесь. Вот, правильно. А ящик на бочке? На ящик на бочке? Да. Обратите внимание, ящик на бочке. Он показывает ящик в бочке. Вот. А ящик в бочке? Вот тут я ему делаю маленькую ловушку, да, и говорю про ту же картинку. Ящик в бочке. В надежде того, что он все-таки может быть свою ошибку поймет, и я ошибаюсь, что у него нарушение пространственного фактора. Ну, посмотрим результат. Ящик в бочке, да? Да. Да. А где, покажи, бочка перед ящиком? Здесь. Перед ящиком. Бочка. Да? Ну, ты на картинку смотри, не на меня. Где бочка перед ящиком? Посмотри внимательно. Давайте еще прокомментирую вот эту фразу не на меня смотри, а на картинку. Поскольку вот такие детки, они понимают свой дефект, они понимают, что они сейчас не понимают, да, где вот этот ящик, где бочка. И, как правило, у таких деток, чем старше они становятся, тем неувереннее в себе они становятся. То есть вот эта вот неуверенность в себе, она требует постоянного огобрения. И он смотрит на меня в надежде, что я им скажу, да, правильно, правильно делаешь, показывай. Но одобрения нет, поскольку все-таки он показывает неверно, да? Бочка перед ящиком. Здесь. Ну, давай последний. Ящик перед бочкой. Где? Ящик перед бочкой. Посмотри внимательно. А бочка за ящиком. Никит, да, посмотри, где бочка за ящиком. Здесь. Вот молодой человек, у которого явно и согласитесь с нарушением, да, квазипространственных отношений, и ребенок, к сожалению, не может справиться вот с этим заданием. Но уроки тоже их очень видно и в речи, и вот когда появляются такие сложные выражения, для них сложные очень. Каких деток мы можем видеть, мы идем, да, по возрасту, читает ребенок или начинает читать. Как мы в чтении можем вот такого ребенка видеть? Как правило, у такого ребенка возникают сложности с развлечением букв и цифр. Например, П он может воспринимать как Н или наоборот, да, в соответствии с тем, что он не разбирает вот эти буквы в пространстве, соответственно, читать он будет тоже плохо, да, потому что буквы надо сначала разобрать. У такого ребенка может быть синдром, так называемый в нейропсихологии, синдром, игнорированный одной стороны, либо правой, либо левой. Они фактически не видят правую или левую сторону. Но чаще всего это, конечно, левая сторона. И здесь нет, но все-таки эти дети, которые будут читать, да, вот половину, половину листочка, вот им комфортно вот эту половину только видеть, они и будут ее читать. В письме они чаще всего будут заходить за поля. И мы сейчас пример тоже такой посмотрим. С трудом такому ребенку дается чтение, и, как правило, это чтение становится угадывающим. То есть окончание, да, мы угадываем. Как правило, это ребенок, который не может сосредоточиться на одной строке. Он строчку прямую, одну, не видит. У него все строчки смешиваются, да. Строчка, которая сверху, снизу, он может и туда заглянуть, там почитать, и снизу почитать. Не видит он в целом одну вот эту строку, прямую строку. Не понимает предназначения предлогов. И сами попробуйте, когда текст не понимаете, да, пробуйте почитать Сергея Леонидовича Рубинштейна «Общая психология». Очень непонятный текст, и поэтому чтение для них тоже, да, трудно дается. И поскольку у них неспособность осмыслить некоторые грамматические и логические обороты, сложные обороты, для них это тоже является одним из препятствий, в результате которого читают они тоже плохо. В письме, точно так же, как и в чтении, у них могут проявляться трудности в ориентировке на листе. Как мы можем видеть, это когда, например, нам нужно отложить от начала строки два пальчика, красную строку или один, и потом только начать писать. Вот сам вот этот процесс, сама вот эта процедура вызывает невероятную сложность. Или когда нам нужно на середине листа написать дату сегодняшнюю, под этой датой еще разместить, я не знаю, название сочинения, название какого-то текста, и разместить так, чтобы название это было ровно посерединке листа. Для них трудность невероятная. То есть вот где середина, где конец, где вообще как ориентироваться в этом листе, очень сложно. Имеются трудности удержания строки. То есть строка может уйти, писал-писал, вниз, вверх, она может пойти вниз, потом резко вверх и так далее. У них проговорил уже, трудности нахождения начала строки, где ее найти, они могут начать писать прямо с полей, не замечая вот эту красную строку, красную линию полей. У них может быть в письме колебание наклона, когда одна буква смотрит вправо, другая влево, а третья вообще убежала куда-то. Ширина, высота букв разная. Буквы вообще сами по себе все разные, то есть нет какого-то характерного почерка вот для этого ребенка. И может наблюдаться макрография и микрография. Макрография, когда я пишу очень мелко, макро, когда очень крупно, микро, когда очень мелко. Могут быть сложности в дифференцировке воспринимаемых букв. Например, очень часто путать буквы B и D. Часто говорю, потому что у меня, например, было такое нарушение, и я четко помню в первом классе, что я очень долго писала какой-то текст, особенно когда там были буквы B и D. Мне надо прям было зрительно вспомнить, а как пишутся B и D. Например, это зеркальное написание букв. Переверну букв, куда я написал ее зеркально. Ну, замена букв, это смещение по оптическому признаку, это недописывание каких-то элементов слов, элементов букв. Это, кстати говоря, недописывание текста и так далее. Это могут быть пропуски, когда, например, нужно переписать какой-то текст из учебника в тетрадь, да, и пропускать некоторые слова из этого текста. Либо переставляет слова между собой, либо переставляет буквы в этих словах. Здесь вы потом подробно посмотрите примеры не мои, примеры из интернета. Очень благодарны этому человеку, потому что они вот прям про пространство. Примеры тетради деток, у которых как раз-таки такие нарушения. Давайте разберем. Трудности ориентировки на листе бумаги. И вот тут вот ребенок пишет. 19 октября, домашняя работа, задание номер 3, не получилось немножечко уместить в середине строки, да, и он начал писать это вот чуть-чуть сместив под названием домашняя работа. Буквы разного размера, строку не держат, да, видите, колебания ширины, высоты и так далее. И все примеры, как на один, как на подпор, друг на друга похожи. Вот примерно такой почерк у этих деток. И давайте вернемся вот к этому мальчику. Сейчас я его... Так, еще секундочку. К этому мальчику, у которого наше пространственное нарушение. И посмотрим, как он ориентируется в строке. Значит, прежде чем я запущу видео, немножечко про пробу. Проба называется заборчик. В народе и между нами, нейропсихологами, вообще проба называется правильно, да, графомоторная. Он выполняет графомоторную пробу. Проверяю я совершенно не почерк. Но нам интересен в этой пробе один момент. Мы сейчас посмотрим, и я вам проговорю, какой момент. Вот, видите, ой. Не увидел, что лист закончился, и начал писать на столе. Хотя зрительно лист отличается от стола цветом. Стол немножко серовато, здесь не очень видно, лист белый. Но границы листа тоже не увидел, да, в пробе это может быть нами никак не интерпретировано, но для нас, как нейропсихологов, вот это ой, кончился лист, закончился, очень даже много значит. Закончился. Закончился у него, к сожалению, лист. не успел он вовремя стормозить, да, вот он, пожалуйста, так, коллеги, сейчас презентацию. Не успел он остановиться вовремя, да, не увидел, где лист заканчивается. Это тоже графомоторная проба, и в ней вот уже мы можем увидеть нарушение пространства у детей. Вы видите, нету строки, да, строка ушла либо вверх, либо вниз. У нашего молодого человека строка вроде как была прямо, но конец листа он не увидел. В счетных операциях, само собой, возникает нарушение, да, поскольку вообще для любых математических операций нам нужны представления пространства, нам нужно представить, прежде чем задачу решить, а поскольку у нас в целом нарушение пространства, представить мы его тоже не можем. Да, и поэтому задаю любые задачи на сравнение, на изучение цифр, на написание цифр, особой сложности в изучении геометрических фигур и в трактовке задачи. Для того, чтобы любую задачу решить, нужно представить. Даже если сейчас я вам проговорю, что мама пошла в магазин, купила 5 килограмм яблок, вернулась, и дети ее съели 3 килограмма, вы, скорее всего, будете всю эту картинку представлять. А как решить задачу, да, если у тебя нарушение пространственного фактора? И это, конечно, будут трудности в решении задачи. Есть еще одна нейропсихологическая проба, по которой нужно срисовать либо куб для взрослых, да, для деток это может быть стол, либо, вот как на примере, дом с заборчиком и с деревом. Вот перед вами картиночки, которые явно нам показывают нарушение пространственного фактора вот у таких деток. И напоследок, коллеги, я нисколько не призываю вас диагностировать, да, пространственного фактора у вас деток и ставить им прямо вот диагноз, что у вашего ребенка нарушение пространственного фактора. Нейропсихологическая диагностика вещь тонкая. И, как правило, нарушение пространственного фактора мы будем видеть во всех пробах совсем. Поэтому тут нужно быть осторожным. Я лишь хотела вам подчеркнуть некоторые моменты, по которым вы можете видеть, что да, вот у этого ребенка нарушение пространственного фактора. Коллеги, у меня на этом все. К концу немножко торопилось. Презентация у вас есть. Вы можете посмотреть видео-примеры. Там есть ссылки на YouTube. Если что, в презентации есть моя почта, вы можете писать. Вопросов, похоже, нет. Но материал постаралась доступно вам и показать, продемонстрировать, и объяснить, коллеги, что делать с такими детками, спрашивают все-таки Несса. Мы проводим нейропсихологическую коррекцию, направленную конкретно на восстановление у такого ребенка пространственного фактора. Начинается все с восприятия своего тела и рекомендаций родителям. И из этих рекомендаций могу порекомендовать и вам тоже массаж. Потому что это вот как раз таки процедура вернуть свое тело, промять немножечко свое тело. Очень рекомендуют ЛФК и режим дня. Непосредственно, что с такими детками делать, я думаю, что у нас будет второй вебинар. И мы посмотрим тоже видео, как с такими детками заниматься, какие упражнения для таких деток полезны. И как построить, может быть, программу коррекционную для таких деток. Поэтому буду вас ждать на следующем, наверное, уже вебинаре. Ну что ж, надеюсь, вебинар вам был полезен. Если что, пишите. Я всегда отвечу на вопросы, если они будут на почту. Почта у вас будет в презентации. Коллеги, до свидания.